Казанский федеральный университет совместно с благотворительной организацией Росфонд продолжают помогать тяжелобольным детям. Как помочь нашему следующему герою, смотрите в сюжете. Ильназ получил травму в 2019 году. На тот момент ему было всего 16 лет. По пути домой он попал в аварию и долгое время проходил реабилитационное лечение в больнице. Врачам понадобилось два месяца, чтобы стабилизировать состояние Ильназа. Часть навыков к нему вернулась, но ног Ильназ не чувствовал. В прошлом году ему вживили стимулятор в спинной мозг, который воспроизводит импульсы, посылаемые мозгом к ногам. Сначала была цель, чтобы я мог сам сидеть, пересидеть с коляской до дивана, кресла. Потом я начал вставать, пытаться ходить. После этого стали улучшать ходьбу, над этими работаем, чтобы лучше ходить, чтобы быть больше самостоятельным. На текущий момент у Ильназа нет движения, чувствительности в ногах. Но он, его семья и врачи продолжают верить, что Ильназ встанет на ноги. По словам врача Эльвиры Мухаметовой, Ильназ очень большой молодец. Благодаря занятиям дома и в реабилитационных центрах наблюдается прогресс. Сейчас планируется реабилитационное лечение, направленное на подбор и оптимизацию параметров стимуляции, на кинезиотерапию. Для него будет продована специальная программа. Более того, будут проходить регулярные диагностические этапы, когда будут сниматься электромиографии, видеоанализ движения, что обеспечивает полную информацию о его текущем состоянии и позволит делать коррекцию тренировочного процесса. Ильназу требуется специальное восстановительное лечение, но оно платное. Стоимость лечения 748 121 рубль. Для семьи такая сумма неподъемная. Мечта Ильназа – встать на ноги и быть как все. Чтобы дать ему шанс на восстановление и полноценную жизнь, можно отправить смс со словом «Дети» на номер 5542. Стоимость одного сообщения – 75 рублей. Более крупную сумму можно перечислить на сайте русфонд.ру. Энджи Минебаева, Ленар Тавлетьяров, Универньюз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова